Приветствую вас, рад сказать, что болезнь, описывающая подобное состояние, безусловно есть, но вам подобный диагноз может поставить только врач, психотерапевт, психиатр, либо клинический психолог, но ни в коем случае не психолог как таковой, потому что как таковые психологи обстановкой диагнозов не занимаются и диагнозы не устают, абсолютно. Вот. Значит, по вашему описанию, я могу сказать, по вашему описанию, вот, то, что я видел. По вашему описанию, ну, получается так, что у вас что-то вроде апатии, может быть, да, либо депрессивного состояния. Вот. Это, безусловно, не нормально, вот. Особенно, если это длится, как вы, ну, пищите несколько лет. Вот. И, соответственно, с этим нужно что-то делать. Вот. С этим нужно как минимум работать, с этим нужно как минимум как-то взаимодействовать, и вам нужно из этого состояния выходить. Вот. Зачастую, точнее, практически всегда, подобное состояние связано с тем, что человек зажимает свои чувства, зажимает свои желания, зажимает свои потребности, вот, которые, которые, ну, у него есть. И, значит, в результате появляется такое вот состояние апатии, как у вас. Вот, апатия, это, своего рода, защита от того негативного эффекта, который мог бы быть у вас, если бы вы не испытывали, ну, собственно, вот этого чувства, чувства апатии. Вот. То есть, ответить вам можно вот примерно таким образом, ответить вам можно примерно так. И на самом деле вопрос к вам, вот именно вопрос к вам, он звучит примерно следующим образом, насколько вы реализуете свои чувства, насколько вы реализуете свои желания, реализуете ли вы свои чувства, реализуете ли вы свои желания, вот, потому что, ну, как правило, да, этого не происходит. Как правило, у людей этого, как правило, не происходит. Вот. Соответственно, они из-за этого начинают страдать, вот, соответственно, они из-за этого начинают переживать очень сильно, и вот, собственно, возникает проблема. Вот. Так что, давайте мы с вами этот момент раскроем. Вот. Ну и, соответственно, необходимо, чтобы вы, да, начали, условно говоря, следовать своим чувствам, чтобы вы, грубо говоря, начали, действовать, исходя из своих желаний, нужно, чтобы вы действовали, исходя из своих потребностей, нужно, чтобы вы действовали, исходя из того, что, ну, исходя из того, что вам важно, исходя из того, что вам нужно, вот, и, соответственно, тут вот только такая, может быть, в общем и целом рекомендация вам, а потому что то, что вот вы описываете сейчас, это всё-таки, эм, скорее, такой, знаете, симптом, да, вот, но никак не следствие. То есть симптом не нужно путать, э, никак не причина, то есть симптом не нужно путать, э, с причиной. То есть причина, ваша причина, причина вашего состояния, ну, она, скорее всего, немножко в другом, да, в чём, конечно, ну, конечно, нужно выяснять, типа, непонятно, но она в другом. Вот, так что, совершенно очевидно, совершенно точно, что это не нормально, что с вами происходит, совершенно точно, что так не должно быть, вот, но, вместе с тем, э, я думаю, что ваш вопрос, это только, к сожалению, это начало работы, только сначала, э, э, движение в сторону раскрытия того, что важно для вас. Вот, ну, вы можете, в принципе, почитать про апатию, про депрессивное состояние, вот, но, важнее, что вы собираетесь этим делать, важнее, э, собираетесь ли вы, э, разбирать, то, что с вами сейчас происходит. Вот. Это гораздо важнее. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!